У нас есть две парадигмы. Случайные регрессоры и неслучайные регрессоры. И ответ на некоторые вопросы зависит от того, в рамках какой парадигмы мы работаем. Поехали, решим какие-нибудь задачи. Давайте сразу возьмем что-нибудь интересненькое. Решим пару задач в рамках вот этих двух парадигм. Первое, на что я хочу сказать, что всегда, когда вы мешаете двух задач, надо осознавать, что вы предполагаете про ваши х. Упражнение 1. Я сразу скажу, что мы работаем в рамках парадигмы, что х детерминистические. И, соответственно, задача будет такая. Х nt равно 1 на n. Данные устроены следующим образом. У и т равно β1. Да, я всегда буду номеровать β с одного. Потому что как только я перехожу к маточной форме, то β1 – это первый элемент вектора, и это соответствует линейной алгебре. А начинать с β0, когда вы работаете в столярном варианте, вы окей. А как только вы в векторах будете, то сразу плохо. Поэтому я всегда буду начинать с β1, чтобы спокойно перейти в любой элемент на векторах. Значит, β1 плюс β2 равно х и т плюс у и т. То есть предпосылки про х и я сказал. β – это, конечно, всегда константы в любой парадигме. И, соответственно, у нас дисперсия у и т равна 7 квадрат. Но пока все хорошее. Мы отождаем у и т равно 0. И к вариации у и т, там, у житого. В общем, у и т и житого буду считать независимыми. У и т и у житого независимыми. Вот такие предпосылки. Я даже сказал, чему они равны. То есть х1 равно 1, х2 равно 1 и т.д. Вот так устроен мир. И я, соответственно, использую обычные оценки методами наименьших квадратов. Ой, а, кстати, кто знает оценки методами наименьших квадратов в матричной форме? Хорошо, окей. Ну ладно, в этой задаче конкретно у нас, конечно, матричная форма не нужна, но я для себя понял. Окей, хорошо. Значит, упражнение такое. Мы используем классические β1 с крышкой и β2 с крышкой, получаемые по методу наименьших квадратов. Используем классические оценки без всяких хитростей. Вопрос такой. Являются ли они состоятельными? Являются ли β1 с крышкой и β2 с крышкой состоятельными? Вот. Такой первый вопрос. Задача с предыдущей. Алимьедмин. Версиаде. Да, она была на предыдущей Версиаде, но она наобъятный демонстрирует. А там, кстати, с Алюшем выложили, нет? Нет, еще нет. Ну что, как решать? Ну можно найти бетофода? Консистент. Да. Бетофода или консистент? Ну давайте сначала, во-первых, кто это не помнит, готовый, то есть можно, конечно, вывести оценки, а готовый, никто не помнит для большого. Ваш вариант получается константы или стремящийся константы, а не к 0. Ну что, вам нужно? b2 в крышке и b1 в крышке. Ну b2 в крышке, ковариация x1 в ковариации. Вот я сейчас буду разрушать ещё один и второй миг про ковариацию. Значит, следующее... У нас тема такая большая, косяки и недосказанная. Вторая такая, что... Это не ковариация. Можно сказать, что это выборочная ковариация. Можно сказать, что это выборочная ковариация, но тогда для неё нельзя использовать обозначение ков. Давайте другое. Ков с крышкой. Ков? Что? Слушай, проблема в том, что этого обозначения, по-моему, никто кроме... По-моему, такую долгность есть или нет. Ну не знаю, то есть это такое очень мистичевое обозначение. То есть хорошо, если ты их отвечаешь так, но я бы сказал, что надо развязать, навсегда покончить с этим. Давайте через сумму запишем, поскольку это будет правильно. То есть я согласен, что некоторые из нас отвечают выборочную ковариацию и, соответственно, истинную ковариацию. Ну, давайте я буду по-моему еще вывести эту сентл ковариацию. А это, соответственно, круг, да? Или сиоретикл ковари. Вот. И какая большая, какая маленькая? Так. Слева большая. Слева маленькая. Слева большая. Выборочная большая? Да. 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 Вот. Поэтому давайте мы не будем использовать. Ну, есть разные традиции. Некоторые пишут ков с крышкой. Но проблема с ков с крышкой состоит в том, что, оказывается, может быть, такая ситуация, когда истинной ковариации нет, а выборочной есть. И тогда крышка непонятно, а что оценивают, если истинного показателя нет. Поэтому я здесь нечетко предпочитаю записывать через сумму. Но в крайнем случае есть еще такой путь. Можно написать там, условно, здесь ков. Можно написать тут с ков. Да? Как бы сэмпл ковари. Это значение соответствует здесь условно. Вот. С ков, да. Но, поэтому я буду избегать. И поэтому я буду писать так. Я буду писать ков. Это будет, ну, вар там, е. Это будут, соответственно, истинные характеристики. Истинные характеристики. А, соответственно, выборочные я буду явно писать, там, не знаю, сумма, истинные, или, ну, там, ну, не важно, на что. Вот. Это, соответственно, будет выборочные, чтобы избежать этого явно. И что еще? И, пожалуй... А, и сразу еще один момент. Давайте сразу об обозначениях давайте. Поскольку у нас сегодня такая установочная, скорее, семейная лекция. Обозначения будут такие. Будет единое обозначение. Значит, поскольку мы будем решать и в матричной форме тоже какие-то задачи, поэтому мы сразу, у нас все будет единое обозначение. Значит, заглавные буквы, вот если там А, там, не знаю, Х, большое, не знаю, там... Ну, любая заглавная буква, это будет, соответственно, матрица. А, если будет вектор, ну, там, Y или Уну, это вектор. А случайная величина А, вот если это? Ну, вот если мы начали, заглавные маленькие буквы, будут там обозначать зависимости от парадигмы, мы должны обозначать либо матрицу констант, либо матрица случайных величий. Ой, я пришел, смотрел в кадр. Вот, поэтому большие маленькие буквы только будут... А, это матрица, маленькие буквы, это векторы, и маленькие буквы... Ну, то есть, бета, это, например, целый вектор будет. И маленькие буквы с номерами, ну, я не знаю, там, бета-1, Y-7, Y-3, это, соответственно, скаляр. То есть, еще раз, я не говорю про их природу, случайные скаляр или это гетерминистическая величина. Я говорю про размер. То есть, у меня большая, то это матрица. Ну, это может быть случайная матрица, а может быть матрица констант. Если маленькая буквы без индекса, то это вектор. А если маленькая буквы с индексом, то это объект размера 1 на 1, да? Это 1 на 1, какой-нибудь R на 1, а это R на L. Ну, в зависимости от контекста, размеры могут быть любыми. То есть, просто про обозначения. И, значит, здесь. Вот истинные буду обозначать парковь E, потому что, ну, я знаю, это очень местечково, если вы возьмете, другой что-то упадет. Вот. Хорошо. Значит, поехали. Тогда вопрос, являются ли состоятельными? Значит, у нас есть какая-нибудь готовая формула. Да, вопрос. Все ли могут вывести β1 с крышкой, β2 с крышкой в этой задаче? Да. Отлично. Тогда β2 с крышкой у нас имеет вид сумма Y и T минус Y средняя на X и T минус X средняя делить на что? В квадратовая сумма X и T минус X средняя в квадрате. А β1 с крышкой имеет вид да, Y средняя минус β2 с крышкой, которую надо уже в том времени найти, на X средняя. Окей? Хорошо. Значит, какие у нас свойства есть? Вот когда мы ищем консистенции, мы говорим про предел. Да? Правильно? Угу. Ну, да. Либо мы находим какие-то достаточные условия. Правильно? Настя. Нет? Оля. Оля. Оля, молодец. Да, хорошо. Ну, давайте, в общем, в эту два с крышкой. Кто хочет попробовать, как хочет понять. Да, то есть, состоятельность мы что ищем? Мы ищем... Давайте я скажу. Мы ищем предел по вероятности. То есть, мы ищем 3N с тремя плюсик бесконечности. В конечном количестве денег. Мы ищем в это два с крышкой. Правильно? Я буду писать Pling. Pling – это означает probability limit. Probability limit. Соответственно, мы ищем вот эту штуку. Какие правила нахождения предела? Ну, во-первых, кто помнит, что такое предел по вероятности? Что это такое? Какие правила нахождения? Я думаю, что оценка отклонится по модулю от истинного. Меньше Эпсона. Это вероятность? Не-не-не, это не почти наверное. Это другое. Иман, осторожно. Про восходимость почти наверное можно тоже говорить. Не, вот здесь мы говорим, что Pling, ну, какой-то там, не знаю, zN, zN, это последовательность случайных величин. Последовательность случайных величин. Random variable сейчас. Pling zN равно какой-то величине z. Еще раз. Вообще говоря, вот здесь может стоять случайная величина. Не обязательно число. Предел по вероятности. Это вообще говоря, когда мы берем случайные величины. Это последовательность случайных величин. Вообще говоря, в результате получается случайная величина. То есть можно говорить там, дисперсия предела по вероятности. Мат ожидания. То есть корректно задать вопрос, а чему равна там дисперсия Pling zN? Или можно спросить, а чему равно E от Pling zN? Потому что Pling zN это случайная величина. И по определению, как правильно было сказано, мы говорим, ну то есть definition предела по вероятности, оно такое. Ну вот такое. Вероятность того, что zN отклоняется z больше, чем на epsilon, это вероятность. Ну поскольку это уже последовательность обычных чисел, вероятность это обычные числа, то это последовательность стремится к нулю. Для любого epsilon больше нуля. Вот оно определение. Можно переписать как меньше epsilon стремится к одному, да? Да, конечно. Можно переписать как меньше epsilon стремится к одному. Да, все это не правильно. Вот. Но по этому определению совершенно неудобно находить. Правильно предел? Вот по этому определению замучишься. Поэтому, значит, как мы находим предел по вероятности? Какие, кто помнит, какие-то пишут, чтобы найти предел по вероятности? Ну, нужно свести к выборочной, ну, к вариации. Ну, в принципе, да. Если мы делим что-то на что-то, то это plim, ну, числительный? Да. У plim, во-первых, есть какие-то разумные свойства, типа plim, ну не знаю, zNt плюс wNt равняется plim zNt плюс plim vNt, если вот эти два существуют. Да? Если plim zNt и plim vNt существуют. Ну, и какие-то аналогичные свойства, там, про произведение. Про произведение то же самое. Что еще? Хорошо. То есть можно какие-то манипуляции сделать с plim. Еще что можно поделить? Сделать выборочную... Да, есть еще закон больших чисел. flow of plush numbers. Закон больших чисел. Закон больших чисел. который говорит, что если у меня, если zNt независимы и одинаково распределены, и одинаково распределены, то, соответственно, сумма... Ну, имеют мат-ожидание и существует. Я, zNt существует. Потому что бывают такие мерзкие случайные величины, на которых мат-наждания не существует. Нормально? Или нет? Кто может привести примет случайные величины, у которых нет на дождя? Ну да, примет случайные величины, которые принимают значения очень большие. И с вероятностью 1,2 при значении 2, с вероятностью 1,4 при значении 4, с вероятностью 8. Ну, 1,8 при значении 8 и так далее. И у него сумма не будет сходиться. Соответственно, закон больших чисел говорит, что если я возьму среднее арифметическое... А про дисперсию ничего не известно, да? В сильной форме закон больших чисел говорит, что даже если там... Это доказывать его проще, когда дисперсия конечна. Но даже когда дисперсия бесконечна, все хорошо. То есть, вот это, на самом деле, единственное требование. Я согласен, чтобы доказать его проще, когда дисперсия конечна, тогда по неравенству Маркл его легко доказать. Но даже если дисперсии нет, то все равно. И затем тоже ради мат-ожидания. Окей? А z там от 1? А, неважно. Я же сказал, что они одинаково распределены. Поэтому можно сказать, что от 1, можно сказать, что от 42. Поскольку я сказал, что они одинаково распределены, то они должны быть одинаковые мат-ожидания. Поэтому можно писать от 1, можно от 3, можно от 42. Соответственно, вот эти два свойства, то есть первое свойство, что с ним можно делать разумные арифметические операции, а второе свойство то, что если мы видим среднее арифметическое, то его можно заменять на истинное мат-ожидание. Вот эти два свойства позволяют найти любой плин. Окей? Ну хорошо, тогда поехали. Если вот эти два свойства манипулировать можно, и как только мы видим среднее арифметическое, заменяем на мат-ожидание. В принципе, есть заготовки типа, ну вот мы сейчас сделаем, и что-то можно внедрить в заготовки. То что, ну вот такие вот штуки, чтобы они уже, когда один раз доказал, то можно сказать, что, хотя, конечно, вот здесь вот, вот здесь разные слагаемые, конечно, зависимы, да? То есть вот, если я возьму и равное 1 и равное 2, то, конечно, здесь слагаемые зависимы. Потому что при и равном 1 будет и к 1 минус y в среднем, а при и равном 2 будет и к 2 минус y в среднем, они зависимы через y в среднем. Но там все равно оказывается, что все окей. Поэтому, ну, здесь заготовки, когда ты какую-то задачу решал, а так каких-то свойств особо хитро куплима. Да не, не знаю, такого опыта решения задать. Из каких-то особо хитрых свойств приема. Не думаю. Ну что, поехали? А разве прием от функции не будет функция? Ну, если там все непрерывно, да, давай сюда допишем. Ну, это я сюда, в первую категорию. Давай допишем себе хорошую мысль, Марат, что если f – это непрерывная функция, то plin от f от z nt равен f от plin z nt. Да, то есть если у нас можно, там нет проблем, изделения с каким-нибудь. Да, да, да. То есть свойства такие же, что и с обычной последовательностью, да? Ну, многие свойства такие же, да. Да. То есть многие свойства абсолютно такие же. Ну что, берем? Теперь мы готовы? Значит, первая мысль. Первая мысль такая. Давайте все поделим на n. Потому что… Почему мы поделим? То есть мы находим… А, слушайте, а может кто-то хочет найти? Потому что я буду только рад, если кто-то найдет. Давай, Мария, только осторожно. Мария… О, старайся. Мария, а ты какой курс? Я Третий. Давайте. Громче. У нас будет слием… Тут 1 вл. Н 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 вл. Н. Вл. Н вл. Н вл. Н вл. Н вл. Н вл. Ага. Ой, слушай, Марина Гавлович, саду. Ну и здесь по второму способу свести к... Давай здесь точку запятой поставим. Ну, окей, два плима. Давай теперь отдельно плим в знаменателе, например. Он вроде как попроще выглядит. Меня интересует отдельно плим в знаменателе. Можно раскрыть, конечно, то, чтобы... Нормально, нормально, не бойся раскрыть. Мы же иксцентр знаем, да? Иксцентр знаем. Ну давай пока просто раскроем, да. Ну, тут будет икс вклада, минус 2, икс, 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 икс. Так, ну, простите. Почему он сразу не будет подставить? Ну, даже работаем максимально в общем виде, пока работается. Это такая хорошая мысль. Можно, конечно, подставить, да. Но если задача решить конкретную задачу, то да. Но если идея в общем виде, то давай пока тянуть в общем виде, пока тянется. Это хорошая мысль. Иксцентр у нас икс, 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 икс. Икс, икс, икс. Это мы сразу можем написать. Икс, икс. И Мария шлёпнулась в широко расставленный капкан. Вот такой капкан был на медведя, да. Почему, Мария? Иксы у нас какие? Иксы. У нас иксы интерминистические. Поэтому говорить, что они там одинаково распределены, нехорошо. Мы даже знаем, что они, собственно, все разные, да. Например, чему равно мат ожидания от первого икса? Первый икс. Первый икс у нас, я напомню, что у нас икс, было один на n, да. Соответственно, первое, это мат ожидания от инички, сколько? Один. От ожидания от икс-два у нас сколько было? Ну, потому что икс-два была одна-вторая, да? Это одна-вторая, правильно? Вот. Соответственно, получается, что, вот, то есть, пока все, вот, все пока правильно, да. Дальше можно, что сказать? Можно, здесь можно, здесь можно вот этот другой трех сделать. Можно букву в купе не писать. Почему? Это не случайно. Это же это обычный предел. Для детерминистических последовательностей, Вот, я не писал такой смысл? Ох, слушай, Ваня, это свойство, да? Это свойство, да? Для детерминистических последовательностей, блин от зе тенте, это лин от зе тенте. То есть, если у нас последовательность из констант, то можно бы не писать. Хорошо. Значит, у нас это крыльно. Почему? Когда инструменты из конечности. Почему? Тогда у тебя сумма еще есть. Но сумма может из конечности сниматься. То есть, здесь она конечная. Здесь же ряд сходится. Мы можем тогда иксы так сунуть. Нет, не нужно. Он же сходится. Мы можем это ноль считать, нет? Конечно. В смысле, ряд из 1 деляное на n в квадрате он сходится. К чему? Я не помню. Не важно, какой ты там станет. А потом еще 1 на n, это бесконечно малое. Бесконечно малое на ограниченное, это бесконечно малое. То есть, это ноль. Окей. Кто понял, что Данил сказал? Ну, нет. Значит, вас... Посмотрите. 1 деляное на квадрате. Тебе преддатель надо. А это бесконечно без конечности, но... А та, что когда начнется, то, как правило, как правило. Ну, давайте, хорошо, ладно. Давайте сначала руками посчитаем. Давайте, хорошо. Ну, вот дошли до этого, заменили на лим. Получили лим 1 на n на сумму х икс квадрат минус лим х среднее квадрат. Хорошо. Давайте просто в сторонке найдем лим х среднее. Вот. Вот такую решимую. Это что такое? Надо сложить. Это лим от чего? 1 плюс 2 на 3 и плюс 1n. Давай нам еще немноготочить. Плюс 1n и делить на а плюс 1n и делить на n. Это же среднеаритметическая х. Все это делить на n. Вот. Хорошо. Чему это равняется? Как такой предел вообще можно посчитать? Ну, давайте возьмем, будем аппликсимировать интеграмму. Просто по глупому. В прочем. Это же какой-то гармонический, да? Да, конечно. А, что я помню? Давайте интеграмму. Я на самом деле говорил про первое слагаемое. Ну, про первое мы тоже обсудим. Ну, про второе попроще. Я поэтому решил, давайте начнем с того попроще, чтобы вникнуть. Потому что, когда, ну, по шагам лучше. Лучше попроще сначала сделать, а потом посложнее. Я понимаю, что ты говоришь, нет, так нехорошо. У тебя же количество слагаемых увеличивается. Предел от каждого слагаемого ноль, но слагаемых все больше и больше могли, поэтому так нехорошо, когда у тебя все больше и больше слагаемых... Нет, это олимпиадная задача, и это правильно был комментарий, что не все так просто. Я думаю, что если мы ее сегодня аккуратненько решим, заодно мы кучу всяких тех, кто не вспомним. То есть, в поиске. Там целое что хочешь занимать? Дмитрий? Дмитрием? Ну, давайте... А, где же серьезно здесь можно интеграл взять? Да? Ну, да. Хороший вопрос. Спасибо. Ну, как бы там, где было проблем, мы все прошли. Давайте вспоминать какой-то базовый факт про вот эту штуку. Что должны, значит, глобально про нее знать? Действительно... Давайте нарисую картинку. Нарисую картинку, что мы должны знать, кто я? Один плюс одна вторая, плюс одна третья. Ну, то есть, на самом деле, мы сейчас... Давайте посмотрим на эту часть. Давайте вот эту штуку посмотрим. Давайте на картинку рисуем, что я хочу сказать. И мы ее смажорируем легко. Ее можно зажать сверху и снимем очень легко. Смотрите, что такое один? Один – это вот такой столбик. Одна вторая – это такой столбик. Одна третья – это столбик высоты три. Согласны? 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 Что если я вот так вот проведу линию 1 на х, да? Вот так вот. Так проходит линия, вот эта линия y равная 1 на х. Правильно? Согласны? Поэтому, соответственно, я могу утверждать, что... Что я могу утверждать? Я могу как-то вот эту сумму зажать, да? Мы сейчас сразу поймем, чтобы несколько... Ну ладно, потом как-то поймем. Значит, как я могу, соответственно, зажать эту сумму? Ну, очевидно, эта сумма, вот сумма, которую я ищу, вот эта вот S, да? S, N, T. Очевидно, S, N, T строго меньше, чем 1, плюс... Я первое слагаемое возьму, как есть, а оставшееся заменил на интеграл. Интеграл же выше лежит? Ну, если я считаю площадь под линией, да? Площадь под линией. Площадь под линией. Площадь под линией. То, соответственно, она выше. Я могу заменить, что это интеграл от одного... Ну, первую я взял отдельно. От одного до N, 1 на X, до X. И, соответственно, почему равен интеграл от одного на X? Логарифм. Логарифм. Соответственно, получается 1 плюс логарифм N минус логарифм от идинички. Ну, разница. И это есть 1 плюс логарифм N. Соответственно, я понимаю, что вот эта сумма, она зажата сверху логарифмом N. А, кстати, снизу чем она зажата? То есть, давайте ее... То есть, нам вообще, на самом деле, это не надо. На самом деле, это даже и... И это даже не надо, в этой задаче. Это один из способов решения, поэтому давайте ушки не дойдем. Я буду поддерживать ваши способы решения, даже если знаем другую. Потому что, ну, когда вы решаете задания, ваши гораздо интереснее. Давайте попутно. А если снизу? И как зажать ее снизу? Может, если это второй вывод? Самый большой скачок. Может быть, это слишком грубая? Да не, я бы хотел сказать... Вот если я проведу линию... Вот здесь... Сейчас... Вот если я проведу линию вот здесь... Вот эта линия на какое уравнение идёт? Понятно? Вот эта линия одна идёт поверху, да? А одна идёт по низу. Вот эта линия по низу идёт. Кто может сказать, какое уравнение у линии, идущей по низу? Какое уравнение? То есть, это один, это один, это два, это одна вторая, это три, одна треть. Да, по-моему, один делить на х минус один. Да, по-моему, один делить на х минус один. Сейчас разберёмся один. То есть, смотрите, в точке один должна быть одна вторая, правильно? Соответственно, уравнение пунктирной линии, это у равно один делить на х плюс один, правильно? Поэтому я могу утверждать, что sn, ну опять первое слагаемое я возьму как есть, оно больше либо равно, чем один плюс интеграл от егенечки до n, один делить на один плюс x dx. Но этот интеграл тоже берётся, сколько получается? Да, это логарифм от чего? Здесь получается, что sn, оно больше чем 1 плюс логарифм n, но оно меньше чем 1 плюс логарифм n плюс 1, по-моему, да? Минус логарифм двойки, что ли? Да. Вот у нас какое ограничение. Ну и, грубо говоря, из этого следует такой факт, что sn это примерно логарифм n, то есть оно не сильно отличается от логарифма в плюс, не сильно отличается от логарифма в минус. То есть такой хороший факт, что sn примерно равняется логарифм n. Ну, что означает этот факт точно? Точно он означает, что если я возьму их отношения, то у меня в пределе получится 1. И этот факт позволяет нам здорово быстренько посчитать вот эту штуку. То есть предел х среднего чему равен? В числителе я могу с точностью до плюс-минус единички сказать, что это меньше либо равно пределу 1 плюс логарифм n, деленный на n. Организм n будет на n, сколько будет получаться в пределе? Ноль получится. Ноль получится. Правильно? Понимаете? Дальше начинается совсем какая-то досада. Начинается совсем грустно. Вообще, что больше? Давайте сравним. А почему мы можем 0 ограничить слева еще? Если нормально. Потому что у нас иксы положительные. Да. И вот. То есть они точно больше 0. То есть теорема есть, что если предел слева, а равен предел... О, точнее, правый предел и левый предел они одинаковые, то есть слева. Естественно, да. И это предел 0. Именно это я и хочу сказать. А дальше мы можем сказать, что больше сумма иксы, деленная на n, или сумма иксы в квадрате, деленная на n. Какая сумма у нас больше? Левая. У нас иксы какие? Левая. 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 Вот это больше либо равно, правильно? Потому что у нас один, одна вторая, а одна вторая в квадрате это уже одна четверть. Вот. Поэтому плим, ну или просто лим, пока у нас просто лим, лим от суммы иксы в квадрате, деленная на n, он чему тоже равен? Тоже 0. Соответственно, вот этот предел, который искала Мария, он оказался чему равен? Ум. 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 И это как-то печалька. Это говорит о том, что… Что это предел, познаменательный ноль? Ум. 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 Ум.